Горы щебня, песка и тротуарные плитки. Не стройплощадка, а плановый ремонт проспекта Ленина, который начался в Самаре еще весной и продолжается до сих пор. Подрядчики уверяют, в сроки укладываются, погода не помеха, а в городском департаменте благоустройства прояснить ситуацию пока оказались не готовы. Наша съемочная группа, не дожидаясь официального ответа и приемки комиссии, изучила самые популярные народные методы проверки качества такого рода работ и отправилась разбираться на месте, что не так. Результаты экспериментов у Виталия Портнова. Путь до автобусной остановки, особенно людям преклонного возраста, да еще с нелегкой ношей, как полоса препятствий. Бордюрные камни высокие, часть асфальта разрушена, а плитку еще не положили. Работы по благоустройству проспекта Ленина начались еще весной и все никак не закончится, жалуются местные жители. Вот и приходится либо перешагивать через открытые колодцы, либо идти по дороге. Щебель был уложен под углом и мало, и люди просто прыгали, а из-под ног этот щебель не уходил. Ну, ситуация была ненормальная совершенно. Это, конечно, жуть. Ковлуки все ободранные. И не только ковлуки, многие ноги могут переломать. Хотелось бы, чтобы, конечно, поскорее закончили все эти строительные работы. Тротуар укладывают, торопятся, успеть надо до начала сезона дождей и уж тем более до первых морозов. Используют все подручные инструменты, а если не хватает, сколачивают прямо из деревянных поддонов. Вот так выравнивают поверхность и одновременно проверяют уровень. Там, где плитку уже уложили, мы решили провести незатейливый эксперимент. Фонтанная Ситенка – это одно из популярных мест отдыха у горожан. Здесь все лето укладывали тротуарную плитку, а насколько ровно ее уложили, проверим народным методом. С помощью апельсина, если плитка уложена ровно, апельсин подпрыгиваться не будет. Испытание не пройдено. Правда, подрядчик уже по телефону говорит, что сравнять, исправить и доделать все точно в срок времени хватит. Еще не все работы по плитке, даже там, где, казалось бы, она визуально уже сделана, завершены. Потому что на многих участках еще виброплитой не было обработки, а остаться такой. Мы сейчас движемся в графике даже с небольшим его опережением. По контрактным обязательствам у нас срок завершения работ по проспекту Ленин, 30 октября. Еще одна претензия – тоже глаз народа. Строительный мусор не вывозят, засыпают новым грунтом. А теплотрасса, которая находится теперь под новеньким тротуаром, сильно изношена. Каждый год с началом отопительного сезона здесь ведут раскопки. Четыре года только и делают, что трубу латают. Я беспокоена той ситуацией, что зимой может произойти прорыв трубы, и наши два дома, почти там, я не знаю, 800 человек, жителей, останутся без тепла. Жители сетуют, жаловались в городской департамент ЖКХ и в департамент благоустройства, но результата не увидели. Если вдруг снова рванет все работы на смарку, а на восстановление опять придется серьезно потратиться. К чему такая расточительность и другие нюансы ремонта, по-самарски руководитель департамента благоустройства и экологии нам пояснить на этой неделе оказался не готов. Ведомстве попросили подождать до следующей. Ждем ответа. Что касается самих дорог, то здесь практически все сделали. Осталось лишь поменять знаки. Проведем еще один эксперимент, но на этот раз уже проверим ровность самой дороги. Для этого нам нужен стакан воды и машина. Эксперимент удался. Новое покрытие оказалось ровным. Пластиковый стакан с водой не упал с крыши. Даже ни капли воды не пролилось. До официальной приемки комиссии народных способов проверить качество ремонта придумано немало. Обещаемо спробовать все. Виталий Портнов, Игорь Лунев. Новости губернии.